Наконец-то, ребята, долгожданное видео тотверил. Теперь вы сможете стримить куда угодно, хоть в ТикТок, хоть куда, не только с телефона, но и, конечно же, с компьютера. И речь сегодня пойдет о таком приложении, как Блокстакс. Это аналог телефона, но только на компьютере, то есть это целиком полностью рабочий телефон, но только на вашем персональном ПК, либо ноутбуке. Вы можете делать все то же самое, что на телефоне, но только представляете себе на своем ПК. Скачиваем это приложение и можем стримить, хоть в ТикТок, хоть в Ютуб, снимать прикольные ролики, играть в телефонные и мобильные игры прямо на компьютере. Что же может быть лучше? Ну что ж, поехали. Итак, ребята, для начала вам нужно зайти на официальный сайт и скачать это приложение. Там все банально просто, никаких проблем. Она абсолютно бесплатная и качаем сразу же пятую обновленную версию. Четвертую версию этого приложения я не советую скачивать. Оно уже давным-давно устарело, да и еще сильно нагружает ваш компьютер. По официальным данным версии 5, оптимизирована для слабых компьютеров. Она теперь не так, есть оперативная память и не так сильно грузит всю систему. Так что если у вас даже самый слабый ПК, я думаю у вас будет все работать. Ну что ж, после установки давайте немного разберемся с этой программой и немного пройдемся по настройкам. В этом видео мы затронем только самые основные настройки, которые влияют на производительность. И все мы знаем, что Бравл Старс лучше играть, конечно, на компьютере. Большая картинка, все видать, все четко и это не может не радовать. Вот так вот выглядит этот эмулятор, словно как будто телефон или планшет. Наверное больше все-таки подходит для планшета. Настройки всякие здесь есть, но давайте сразу же перейдем к настройкам именно по производительности. Итак, смотрите, когда вы установите эту программу, вот таких вот два ярлыка. На самом деле это вот самая программа, а это типа какой-то ее передустановщик. Но здесь также можно поменять какие-то настройки. Вам нужно запустить сам эмулятор и уже перейти непосредственно в него. Когда вы открываете, у него появляется вот такое маленькое окно, которое мы сейчас будем настраивать. Здесь, как видите, есть различные настройки, которые все повторяют, как на телефоне, повернуть экран, встряска и так далее. Я думаю, по этим настройкам приходить смысла нет. Абсолютно все то же самое, как на обычных телефонах или планшетах. Единственное, вам придется, когда скачаете это приложение, залогиниться. Ну, как видите. Переходим сразу же в настройки и смотрим. Итак, здесь у нас есть вот обычные настройки, это производительность и здесь мы будем сейчас все настраивать. Количество ядер, которое у вас имеется. Здесь сразу же будет минимальный низк и средний, 4 ядра, конечно, все понятно. Чем слаб же у вас компьютер, то оставляем самое низкое. Так как у меня мощный компьютер, я ставлю другой и выбираю себе самое большое значение, это 8 ядер. Количество оуза, это количество оперативной памяти. И сразу же понятно, что в принципе здесь многого не надо. Можно поставить другое, даже поставить 14. То есть мы сразу же видим, я ставлю, допустим, большое значение. Мы видим, что минимальная оперативная память здесь 600 мегабайт и максимально 4. Выбираем свое значение и едем дальше. Режим производительности, все понятно. Делаем оптимальный, высокопроизводительный, либо экономия памяти. Я оставляю оптимальный. Частота кадров я советую ставить максимальная. Разрешение экрана, это будет конечное изображение, которое у вас уже здесь будет. То есть можно поставить 960, можно поставить 1208. Здесь я скажу так, нужно методом тыка посмотреть, как у вас все это будет работать. Я ставлю 4К для того, чтобы снимать видео, чтобы была качественная картинка. По дефолту лучше оставлять 1920 на 1080. Если у вас будут какие-то лаги, понижаем. Все остальное, в принципе, я никогда не трогаю. В панели графики я советую ставить графический рендер на OpenGL. Режим графического движка ставить производительность. Если будут какие-то проблемы, можно всегда вернуться и поставить совместимость. По поводу текстур, если у вас мощная какая-то видеокарта, можете поставить еще и аппаратное декодирование. А вообще, когда вы поставите это приложение, то есть эту программу, то она уже по дефолту у вас поставит все как есть. Но если вы хотите от нее получить максимум, тогда вам придется уже вручную покопаться. Либо же, если у вас будут сильные лаги, тогда придется залезть в настройки и все понизить. Пункция устройства, вот здесь вот я считаю, что нужно выставлять именно свою материнскую плату, если у вас она здесь отображается. Если нет, оставляйте по дефолту. Основные настройки я вам сказал, давайте посмотрим вот Play Store. Здесь все то же самое, как на планшетах, на телефонах. Можно выбирать любую игру, скачивать платно и бесплатно и радоваться жизни. Давайте запустим какую-нибудь игру и посмотрим, как она будет работать. В некоторых играх, когда вы играете через это приложение, вас пытаются оповестить о том, что вы будете играть с такими же игроками, которые играют на таких же эмуляторах. Обычный вход в аккаунт, как и везде. Видим, что на экране у меня отображаются все оверлей, которые помогают нам понять, какие кнопки нажимать. И мы начинаем играть. Приложение очень хорошо оптимизировано. И в мобильные игры играть одно удовольствие, потому что большой экран, все видно, все четко. И удобное управление, что не может не радовать. Ну что ж, ребят, вот как-то так вот такое вот приложение. Если вам нужно будет еще больше подробностей об данном приложении, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, ваш Док. И удачи, и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok